Всем привет! Сегодня немножко необычное видео от моего лица. Я буду готовить. Я люблю это дело, но я не умею и я очень ленивый. Но иногда приходится. Сегодня жены нет дома, детей я отправил в школу, а кушать хочется. И хочется что-то такое этакое. Когда-то я учился в театральном институте и... Не помню, как называется произведение, не помню автора, потом писание напишу. Мой герой, которого я играл, очень любил яичницу по-бергенгенски. Я эту роль играл, но яичницу по-бергенгенски никогда не ел и никогда не готовил. И я подумал, что сейчас будет самое оно, приготовить яичницу по-бергенгенски. Что нам нужно? Одно яйцо. Я возьму два, потому как одну яичницу по-бергенгенски для меня будет маловато. Кладем сюда. Главное, чтобы они не покатились и не упали. Вроде стоят. Стоять не падают. Дальше нам нужен хлеб. Вообще желательно, чтобы хлеб был квадратиком или прямоугольный, но у меня его нет. Вот, в общем-то, и все. Больше ничего не надо. Поэтому начнем приготовление. Это не обязательно, но я очень люблю яичницу с салом. И теща недавно прислала кусочек, маленький кусочек сала. Мы его тоже используем. Ну и здесь у нас в сковородках, на чем мы все это будем делать жарить. И топленое масло надо бы. Желательно. Но топленого масла нет, поэтому мы будем перебиваться с салом и подсолнечным маслом. Показывать я его не буду, а то скажут, что реклама. Поехали! Нужен нож. Для начала мы отрежем вот этот кусочек. Уберем его в сторону. А здесь мы отрежем где-то 2 сантиметра шириной. И теперь вырезаем мякоть. Получается вот такая рамочка и вот такая вот штучка. И сюда мы выльем потом яйцо. Но, как я говорил, одной порции мне будет маловато, поэтому я буду делать 2. Попробуем здесь взять чуть-чуть потолще. Немножко, по-моему, вот здесь толстовато получилось. Главное, чтобы рамочка была вот эта, целая. Давайте немножко вот так вот. То, что мне кажется лишним, я убираю. Хотя можно было оставить. Это так уже мои личные заморочки. Дальше. Берем две такие тарелочки. Этим пока в сторону убираем. И разбиваем сюда яйца. Разбивать будем одно яйцо в одну тарелочку. Сейчас объясню зачем. Желательно, чтобы желток был целым. Даже нежелательно, а нужно так, чтобы было. Почему мы в тарелке разбиваем яйца, а не сразу на сковородку? Потому как нам нужно, чтобы потом было проще яйцо поместить вот в эту рамку хлеба. А разбивать вот это все и туда помещать не очень неудобно. И не понятно, что будет с желтком. А тут уже все понятно. Раз и выльем. Здесь у нас попала эта кожура от яйца. Так. Ну, в общем-то, дальше идем к сковородке. Да, еще нужно сало порезать сначала. Спасибо тебе очень за сало. Теперь зажигаем газ и берем сковородку. Сделаем средний газ. Нет, пожалуй, слишком сильный газ, поэтому мы возьмем вон ту сковородку. Дальнюю. Сразу бросаем туда сало. Деревянную мешалку. И пускай сало растапливается. Пока у нас сало жарится, топится, давайте поищем соль. Соль есть. И какие-нибудь специи. У моей жены есть вот такая штука. Морская соль с чесноком и с травами. Больше ничего искать не будем. Этого будет пока достаточно. Хотя лучше бы что-нибудь другое найти. Но нет. Да и времени нет искать. Что у нас тут? О, сало скоро начнет гореть, что ли? Кладем один кусочек, второй кусочек и мякоть. Все это должно с одной стороны стать золотистым. Добавить подсолнечного масла, что ли? Блин, чуть-чуть добавлю все-таки. Совсем чуть-чуть. Может, не надо было подсолнечное масло лить? Блин. Почему нет топленого масла? Ладно, пофиг. Уж что будет, то будет. Что-то начинает подгорать, по-моему. Давайте выливать яйца. Первое яйцо. Второе яйцо. Вообще, желательно, чтобы яйца были крупные. Но, увы, их пока нету таких. Яйца там жарятся. Специи. Забыл еще про эти два мякиша. Ну и все, яйца там жарятся. И жарятся они до такой степени, которую вы любите. Ай! Вот этого не надо было делать, конечно. Вот. И в том романе, который я читал, произведение, было сказано, что он делал еще как-то вот так вот. Оп! И сверху накрывал. Он это, герой моего романа. Ах! Пора включать вытяжку. Немножко все у меня подгорает, потому что я не самый профессиональный повар в мире. Вообще, я люблю, чтобы желток был такой, который разливается. И то, что у нас получилось, выкладываем на тарелку. Раз. Два. Ну и всякая остальная шарпуха. Ну вот, в принципе, яичница по-бергенгемски готова. Но я люблю утром пить кофе, поэтому сделаю его самым простым способом. Просто залью кипятком. В принципе, очень неплохо. Но яйца должны быть крупнее. Хлеб. Потоньше. И повар получше. Ждем чай. Давай, 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 давай. Да вкусно, блин. Кстати, пока чайник кипит. Я читаю сейчас вот эту книгу. Джек Лондон. Странник по звездам или смирительная рубашка. Классно вообще. Советую почитать. В кофемолке перемолотого кофе берем одну столовую ложку, чайную ложку. Обязательно бросаем сахар перед тем, как зайдем кипятком. Для того, чтобы такой кофе был вкуснее, его нужно чем-нибудь накрыть, чтобы он там заварился. Вообще, вряд ли именно такой вариант можно назвать вкусным кофе. Но утром, когда уже нет времени, да еще и снимаешь, как ты готовишь яйца по-бергенгемски, это самое оно. Нормально. Ладно, я буду кушать, а вам хорошего дня и всем пока-пока. Ну что, я все съел. Мне понравилось.